Дошкалята из Магнитогорска разработали автоматизированное оборудование для быстрой разгрузки вагонов и запустили свое металлургическое производство. Проект выполнен воспитанниками детского сада номер 25. Юные инженеры представили его на региональном этапе робототехнического конкурса «Икоренок». Как оценила эту работу экспертная жюри, расскажем в следующем сюжете. Здравствуйте! Мы команда «Моторчики» из города Магнитогорска. Викини Читалюк и Гордею Петрову еще нет и семи лет, но они уже знакомы с понятиями зубчатой и понижающей передачи и умеют управлять движением сконструированного из лего электровоза с помощью компьютера. Модель мини-завода дошкалята собирали сами. Теперь ее дорабатывают и учатся презентовать. У нас на занятиях есть такие моменты, когда я ребятам позволяю изобретать. И они просто берут конструктор и строят на какую-то тему сами, чтобы модель двигалась, чтобы она переворачивалась, там что-то с ней происходило. И потом вот из этих изобретений вот получаются вот такие проекты. На металлургическом комбинате работали два добрых молодца. Один добромолодец был строителем, звали его Дмитрий. Это мой папа. Другой добромолодец был машинистом электровоза. И звали его Евгений. Это мой папа. Говорит Евгений. Привожу я руду в грузовых вагонах. Только разгружать их больно трудно. А давайте построим вагон-опрокидыватель, который сам вагон разгружать станет. Темой соревнований этого года был девиз «Профессия рождается в семье». Родители Вики и Гордея работают на Магнитогорском металлургическом комбинате. Поэтому при разработке проекта было решено использовать их профессии в качестве отправной точки. К нам приходили папы. Они рассказывали нам про свою работу, рассказывали о своих профессиях. И мы также ходили на экскурсии, ходили в музей комбината. Там также представлены действующие модели. Ребятам было очень интересно. И вот на основе всего этого мы уже собрали, придумали, собрали свой проект. В своем проекте юные изобретатели продемонстрировали процесс доставки, разгрузки и подготовки железорудного сырья к доменной плавке. Здесь представлены следующие процессы. Сначала электровоз завозит вагон-опрокидыватель. Затем вагон-опрокидыватель переворачивается, разгружает руду в погрузчик. Затем руда у нас на погрузчике едет в агломератор. Там добавляются добавки известняк и кокс, где она с этими добавками спекается и затем доставляется в домну. Кроме этого, Вика и Гордей разработали дополнительный механизм, который, по их мнению, существенно облегчит работу родителям. А как быть с пылью да грязью от разгрузки угля? Построим специальную крышу над вагон-опрокидывателем с фильтрами и вытяжками, которые всю вредную пыль собирать будут и воздух загрязнять не дадут. Наши ребята уже на протяжении 8 лет работают, занимаются конструированием. Это вызвано требованием времени и желанием детей, интересом детей к данному виду конструирования. Были закуплены образовательные конструкторы, которые в распоряжении детей и созданы детьми много интересных образовательных проектов. Основным достижением был проект «Ферма-Сити», где дети выращивали микрозелень. Они стали победителями всероссийского этапа конкурса «Инженерные кадры России». Модель мини-завода также получила высокую оценку экспертов и заняла третье призовое место. Поэтому в этом году воспитанники детского сада номер 25 вновь будут представлять регион на всероссийском этапе соревнований.